Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие друзья. Газ за российский рубль. Я вас поздравляю. По-моему, это время, когда рождается новый энергорубль. По-моему, это время, когда Россия начинает меняться в лучшую сторону. По-моему, это время переломное в нашей экономике, в нашей новейшей экономике с момента создания Российской Федерации, когда, наконец-то, наше правительство осознало, что мы можем диктовать свои условия. Итак, давайте попробуем разобраться. Хорошо ли это для нашей страны, для наших инвесторов, для нас с вами? Я считаю, что это, конечно же, хороший сигнал. Я надеюсь, что наше правительство сможет реализовать все задуманные планы. Итак, что было до сегодняшнего дня? До сегодняшнего дня все энергоресурсы, газ, нефть, кофе, ну все, вы прекрасно понимаете, все торговалось за доллары. Почему? Вопрос. Допустим, мы знаем, что многие страны добывают нефть, газ, природные ресурсы, алмазы, древесину, апельсины, кофе, сахар. Но все на биржах торгуется в какой валюте? В долларах. И с этой точки зрения, как бизнесмены, американцы, конечно, молодцы. Они всех заставляют покупать и продавать свои товары за доллары. Почему? Каким образом устроим механизм? А вот каким, друзья. Допустим, какая-то немецкая компания хочет купить газ у Российской Федерации. Что она делает? Она берет свои евро из кармана, несет в банк, меняет на доллары. Потом доллары берет и идет к Газпрому и покупает у него газ за доллары. Потом Газпром берет доллары и меняет на рубли. И потом рассчитывается своими поставщиками, своими подрядчиками. Схема идеальная. Идеальна для кого? Для американского доллара, для американской экономики. Потому что она таким образом создает огромный спрос на свою валюту. Еще раз повторюсь, с этой точки зрения они молодцы, как бизнесмены. Но в этом случае выигрывают практически больше всего только они. Потому что их банки на этих огромных транзакциях зарабатывают бешеные деньги. Просто бешеные. Потому что все вынуждены нести сначала свою валюту, менять на бирже на доллар. А потом только идти рассчитываться покупать газ, нефть, лес, кофе и так далее. То, что я вам уже рассказал. Что будет происходить сейчас? Так как Владимир Владимирович Путин сделал указ, то, что сейчас с этого дня, то есть, ну может быть это не сегодня, а может быть это будет завтра, Россия будет продавать недружественным странам. А списки мы составляем с вами, вы понимаете, да? Газ только за рубли. Теперь немецкая компания, которая хочет наш газ, однозначно хочет, чтобы не замерзнуть зимой. И чтобы его промышленность, не только жители в домах, которые мерзнут, но и промышленность, чтобы работала, да? Должным образом. Должна пойти со своими долларами не в американский банк, не в банк, который продаст ей доллары, а прямо на московскую биржу. И это очень важный фактор, друзья. Она приходит на московскую биржу, и там меняет свои евро по рыночной, по демократичной, по справедливой цене, как они любят, на рубли. Получает эти рубли, и перечисляет их Газпрому. И спокойненько получает себе свой Газ. И едет домой, и спокойненько работает, продолжает работать и жить. Я думаю, что это идеальная схема, друзья. Почему? Потому что мы просто, и немецкая компания, и мы тоже освобождаемся от уплаты лишних комиссий за покупку американского, или продажу американского доллара. Ну, вы понимаете, да? Что это просто прокладка. Просто дорогая прокладка, которая нам, по факту, не нужна. Ни нам, ни Аргентине, ни Венесуэле, ни Норвегии. Почему тогда Норвегия не продает свою нефть за норвежские кроны? Скажите мне, пожалуйста. Почему, например, африканские страны не продают алмазы за свою валюту? Американцы здесь, опять же, молодцы. Еще раз повторюсь, американцы очень крутые бизнесмены. Они заставили всех, прежде чем кто-то какую-то сделку совершил, поменять свою валюту на доллары. А потом идти и делать сделки. На всех мировых биржах все котируется в долларах. Но, по-моему, сегодня переломный момент, как раз тот переломный момент, который нам нужен нашей экономике, нашей стране, нам с вами. Теперь все, кто хочет купить наши ресурсы, будут приходить и покупать за рубли. И еще раз повторюсь, что они до этого должны будут поменять свою валюту на московской бирже на рубли. Это, по крайней мере, стабилизирует рубль в ближайшее время. А потом, возможно, я надеюсь, что будет укрепление рубля. Именно из-за этого фактора. Это первый плюс. Второй плюс. Мы гораздо меньше будем зависеть от доллара и его курса. Потому что мы напрямую будем торговать с теми странами и будут только две валюты в сделке. Валюта страны, которая хочет наши ресурсы и рубль, так как мы обладатели этих ресурсов. И это, конечно же, не понравится США. Это, конечно же, даст задуматься им. Возможно, они в первое время будут предпринимать какие-то новые санкции, новые ограничения. И, возможно, они ведут, заставят сделать эмбарго на покупку наших ресурсов. Это вероятность есть. То есть, они скажут Германии не покупай у них газ, не покупай у них нефть за рубли. Мы скажем хорошо. И здесь, конечно же, вступает в борьбу фактор, кто быстрее сдастся. Насколько долго они смогут не покупать наши ресурсы, нефть, газ и так далее. Посмотрим. Но я надеюсь, что мы сможем выдержать этот натиск недружественных стран, так называемых, и сможем победить в этой холодной экономической войне. То, что я сказал, что люди будут приносить деньги, свои валюты, на московскую биржу, это очень классный фактор. То, что наша московская биржа будет все больше и больше оборотов набирать, а не Нью-Йоркская или не франкфуртская биржа, например, где будут покупаться доллары. Это даст толчок росту нашей экономики и стабилизации и укреплению нашего рубля. Поэтому, друзья, я попытался сегодня высказать свое мнение, свои эмоции. пишите в комментариях, что вы об этом думаете, какие у вас надежды и перспективы в этом отношении. Я думаю, что сейчас очень мало людей, которые останутся просто в стороне от этих событий. Я думаю и надеюсь, что это переломный момент в развитии нашей экономики, в развитии нашей страны. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь с друзьями и надеюсь на лучшие времена. Да, вначале может быть тяжеловато. Экономика у нас сейчас испытывает не очень хорошие времена. И доллар, и евро вырос, и товары растут. Инфляция у нас будет, скорее всего, двузначная. Но за любыми тягостями приходит облегчение. Любая война окончается договором и миром. Надеюсь, что все это иншалла выровнится. Всем желаю финансов свободы, стабильности и спокойствия в душе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.